Сегодня мы с вами создадим простейшую веб-страничку для вашего личного сайта и разместим ее в интернете. Каждый решает сам, зачем ему это нужно, ведь сейчас огромное количество способов создать веб-сайт без каких-либо навыков. К примеру, это веб-конструктор. Сейчас таких сервисов в интернете очень много, и введя в поисковике запрос конструктор веб-сайтов, вы можете выбрать любой из них. И без каких-либо навыков, имея простой и понятный интерфейс, создать себе сайт. Ну а если вы, к примеру, не хотите видеть рекламу от этих сервисов, либо же вам просто интересен процесс создания веб-страничек, то этот видеоурок для вас. Первое, что приходит на ум, когда слышишь создать веб-сайт, это то, что нужны какие-то программы, какие-то навыки сложные. Но нет, мы будем пользоваться стандартными средствами Windows, а именно блокнотом. Никаких программ мы использовать не будем. Для того, чтобы создать простейшую веб-страничку, нам потребуется совсем немножечко навыков, о которых я и объясню в этом видеоуроке. Первое, что мы сделаем, это создадим папку на рабочем столе. Желательно название все делать на английском языке. Откроем папочку. И создадим обычный текстовый документ. Сейчас можно дать ему любое имя. Откроем документ. Он понадобится нам чуть-чуть позже. Также я подготовил для вас небольшой документ с информацией. Откроем его. Во-первых, разберемся, как мы будем делать нашу страничку. Для этого нам понадобится один из методов создания веб-странички. Это язык гипертекстовой разметки документов. Hypertext Markup Language или сокращенно HTML. Данный язык разметки используется для создания веб-сайтов. И является основным по сей день. Совместно с ним, конечно же, могут использоваться и более сложные элементы, такие как языки программирования для создания сложных сайтов. Но нас пока что это не касается. Разберемся, что такое HTML и как с помощью него создать веб-страницу. Любой гипертекстовый документ, который мы будем размещать в интернете, должен иметь обязательно разметку. Эта разметка осуществляется за счет так называемых тегов. Тегов из языка разметки HTML. Вот вы можете видеть эти теги. Данные теги делятся на блоки. Тег открывается и тег закрывается. И, конечно же, внутреннего должно присутствовать содержимое. Вот вы видите эти теги. Сейчас мы еще не добавляли содержимого на нашу страницу. Мы сейчас лишь сделаем следующее. Мы с вами создавали текстовый файлик. И в него мы скопируем первичную структуру любой веб-страницы. Без нее веб-сайт не может существовать. Это первый блок, который обозначает границы веб-документа. Все, что находится внутри него, будет являться веб-страницей. За пределами его мы ничего добавлять и писать не будем. Внутри этого блока идут следующие блоки. Этот блок — шапка, так называемый. В данном блоке размещаются некоторые элементы веб-страницы. Следующий блок — это блок body. Именно этот блок отвечает за содержимое веб-страницы. Все, что внутри него, будет являться отображаемым. То есть это и текст, и ссылки, и картинки, и все, все, все. Итак, мы с вами поняли, что существует базовая структура сайта. А точнее, базовая структура HTML-разметки. Мы ее уже нанесли. Теперь, что нас дальше интересует, это прочие теги, которые помогут нам оформить страницу. Я немножечко забегу вперед и возьму вот такой вот тег. Как мы поняли, что он открывается и закрывается. И вставлю его между тегами head, то есть в блок шапку, как мы уже разобрались. И напишу здесь заголовок. Тот, который будет отвечать за отображение страницы, то есть ее название. Далее, как я уже упоминал, все, что находится между тегами body, будет отображаемо. В остальных случаях это не так. Конечно же, мы можем нарушать правила и писать где угодно текст, но тогда веб-страница ваша не будет оптимизирована поисковиками. Страница будет непригодна для чтения, как веб-сайта. Далее, между тегами body, как я уже сказал, пишем любой текст. Здесь можно его писать сколько угодно и не за его пределами. При разметке веб-документов строчки не будут отступаться, если вы просто будете жмать на интер и отступать их, как это делалось в других текстовых документах. Здесь необходим определенный тег, который не является, кстати, блочным. Это тег отступа строки. Если мы не введем его, то строчка у нас не будет отступаться. Я покажу это на примере чуть позже. Какое-то количество текста мы уже набрали. Может быть, вы заметили, чего не хватает, с чего стоит всегда начинать. А стоит всегда начинать с заголовка любого текста. Вот наш заголовок. Такие теги используются только в пределах коробки body. Пишем заголовок. Чтобы заголовок был больше, можно ввести вот так. То есть заменить цифру. Где один самый большой заголовок. Далее. Конечно же, вы хотели бы добавить сюда изображение. Вот тег изображения. Написано здесь целиком и полностью. Где image это сам тег. CRC это адрес изображения. Вид это ширина и height высота. Вот эти два параметра, ширина и высота, могут вообще не использоваться. На ваше усмотрение. Если мы их уберем, картинка примет размер, тот, который она имеет стандартно. Давайте скопируем данное изображение. Точнее, тег. В папку, в которой будет находиться наша страничка, закидываем изображение. Именно в ту же папку. Переименовываем ее так, чтобы вам было легче писать ее. Например, единичка. Нажимаем свойства. Смотрим, какой формат она имеет. В данном случае JPEG. И вписываем сюда. Если изображение будет в другой папке, то нужно поступать иначе. Иначе картинка отображаться не будет. Размер мы устанавливать не будем. Поэтому оставим теги пустыми или уберем их вообще. Точнее, параметры. Ну и, конечно же, любая веб-страница не обойдется без ссылки на другие ресурсы или на другие страницы ваши. А ссылка у нас это тег A. Вот так она выглядит. Копируем ее. И вставляем между тегами body. Еще раз повторюсь. Все, что отображается на странице, должно быть между тегами body. За пределами быть ничего не должно. Здесь мы видим, что в кавычках указан сам сайт. Обязательно должен указываться с протоколом HTTP. И ваше название. Любое, какое вы хотите. Что мы здесь забыли? После текста у нас нет отступа строки. Поэтому все и картинка, и ссылка будут сплошными. Поэтому добавляем отступ строки. Сюда и сюда. Итак, для нашей первой простейшей странички этого достаточно, чтобы вы поняли, как сделать веб-документ. Далее нам необходимо его сохранить, как веб-страницу, а не как документ текстовый. Для этого жмем файл. Сохранить как. Вводим имя. Можно то, что и вводили в текстовом документе. В этом имени обязательно после точки нужно указать формат документа. Это HTML. Большие или маленькие будут буквы. Неважно. В типе файла нужно выбрать все файлы. Кодировка может пока что оставаться любой, если вдруг вам не придется все поменять из-за того, что не читается текст. Это вы поймете по вопросам вместо букв. Жмем сохранить. Текстовый документ можно закрыть. Закроем наш мини-учебник. И теперь в папке сайт появился интернет-документ. Откроем и посмотрим, что у нас вышло. Вот такой документик у нас вышел. Вот ссылочка. Если мы на нее нажмем, то мы попадем на тот сайт, который писали. vk.com Здесь стоит заметить, что мы допустили небольшую ошибку. Не отступили строку. Как раз это и есть пример того, что бывает, если не отступать строку в HTML-документе. Поэтому мы свернем и откроем нашу созданную страничку с помощью блокнота. Блокнот. И добавим отступ строки после текста. Теперь можно просто сохранить, так как мы редактируем уже сохраненный файл. Закроем. И обновим страничку. Теперь изображение появилось на новой строчке. Таким образом вы можете создавать личные странички, портфолио, да все что угодно, имея только такие вот знания. Конечно же, существует еще огромное количество тегов, помогающих форматировать текст. То есть сделать его либо жирным, либо наклонным. Либо добавлять таблицы. Делать другой цвет текста. Но это уже будет более сложный сайт. А наша задача была сделать простейший. Пока что с этим закончим. Далее нас интересует размещение нашей странички в интернете. Для этого мы воспользуемся бесплатным хостингом. Хостинг это то место, где хранятся веб-страницы, доступные непосредственно в сети интернет. Один из них это хостингер. Достаточно хороший хостинг, предоставляющий нам бесплатное место в интернете. Здесь я заполнил формы, придумал пароль. Нажимаю кнопку получить бесплатный хостинг. Здесь я ввел название сайта, кстати. Продолжение следует... Так, нам предложили подтвердить имейл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нас интересует файловый менеджер. Здесь тоже, кстати, достаточно простой интерфейс. Выбираем папку public.html И добавляем сюда нашу страничку И изображение И нажимаем кнопку upload Итак, наши файлы загружены Сайт html нужно переименовать Вот на такое имя Индекс Индекс — это первичная страница, на которую попадаете вы, вводя адрес вашего сайта Итак, файл мы переименовали В принципе, все готово для того, чтобы мы могли посетить наш веб-сайт Имя, конечно, я придумал не очень Хостинг также дал свой префикс Копируем имя вашего сайта В общем, полностью адрес И вводим в поисковую строку И попадаем на наш вновь созданный веб-сайт Конечно же, хостинг все равно оставил здесь небольшую часть рекламы Но наша страничка готова И она уже находится в интернете по вот этому адресу Еще раз объясню Это то, что вы вводили, название вашего сайта А это хостинг дал префикс Наша страница уже находится в интернете И наша задача выполнена Создать простейшую веб-страницу И разместить ее в интернете своими руками